В Сочи объявлена война с серым зарплатом. Для того, чтобы понять масштабы неформальной занятости, был проведен мониторинг. И выяснилось, что среди тех предприятий, где была проведена проверка, только 30% работают официально, остальные 70% получают зарплату в конвертах. В целом в городе трудовые ресурсы составляют 327 тысяч человек. Из них 251 тысяча трудоустроенных легально, 1 тысяча человек безработных, остальные 75 тысяч сочинцев невидимы для экономики курорта. Все уговоры, обращения к совести ни к чему не приводят. Они еще и бессовестно на себя поступают, потому что, в принципе, если есть кризис, то есть там в других городах. В городе Сочи все произошло наоборот, потому что, во-первых, мы стали работать круглый год. А раз курорт работает круглогодично, то и налогов должно поступать значительно больше. Недополучают в итоге средства как городской бюджет, так и краевой. Как отметил глава города, неформальная занятость присутствует во всех секторах экономики курорта. В первую очередь в строительной отрасли, транспортной сфере, торговле, санаторно-курортном комплексе и на предприятиях по оказанию бытовых услуг. Выплачивая серые зарплаты, работодатели тем самым не заботятся о пенсионном будущем и социальных гарантиях людей. А сами работники зачастую молчат о нарушениях, боясь потерять хоть и такую, но все же занятость. Глава Сочи отметил, необходимо выработать такой механизм контроля, при котором брать на работу нелегальщиков было невыгодно. Теперь я предлагаю этот механизм создать. Это прежде всего создать МВК, это создать рабочие группы. Рабочие группы, которые пойдут по разным объектам, и при том их должно быть много. Глава города потребовал в кратчайшие сроки выявить безответственных работодателей, которые за каждого нелегальщика заплатят штраф в сумме 120 тысяч рублей. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.